Привет, друзья! Сегодня 8 мая. В Париже отмечается день победы антигитлеровской коалиции над фашистской Германией во Второй мировой войне. Во Франции 8 мая является днем памяти и скорби по погибшему. Кроме возложения венков президентом Макрона к могиле неизвестного солдата, власти города приносят цветы к многочисленным мемориальным табличкам, которые установлены на стенах домов. Они указывают на место гибели конкретного человека с фамилией и датой. Как правило, в Париже это август 1944 года. Пользуясь случаем, поздравляю всех с этой великой победой над фашизмом, над чумой 20 века. Помню и горжусь своим дедом. И еще, горите в аду все те, которые говорят, что могут повторить это. Продолжение следует... Сегодня у нас с вами маршрут от острова Сете до базилики Сакракер с прогулкой по знаменитому району художников Монмарта. Мы переходим в сену по мосту Бонт-Нев, начало строительства которого положил Генрих III еще 31 мая 1578 года. А достроили его в 1606 году при Генрихе IV. И резонно, что его статуя украшает этот мост. Между прочим, это был первый памятник французскому королю, установленный в общественном месте его супругой Марии Медичи в 1614 году. Правда, в 1792 году революционеры разбили Генриха и выбросили в сено. И только в 1814 году, по указанию короля Людовика XVIII, Генриха вновь отлили и поставили на прежнее место. В этом виде он до нас и сохранился. Также этот пьедестал знаменит еще и тем, что ровно за 300 лет до установки статуи Генриха, здесь 18 марта 1314 года был возведен костер, на котором был сожжен 23-й и последний магистр ордена тамплиеров, Жак де Мале. Но фильм не про это, просто историческая справка. Просто гуляем. Перед нами самый большой универмаг Парижа, Самаритан, который находится на реставрации с 2005 года. Он был закрыт из-за опасности разрушения, так как проработал к этому времени уже более 135 лет. Его основал Франсуа Коньяк в 1870 году. После 15 лет реставрации, вложенных в это более 750 миллионов евро, магазин должен был открыть свои двери для своих шопоголиков в августе 2020 года. Но из-за пандемии все планы перенесены на этот год. Буду держать вас в курсе. На этом я заканчиваю свои комментарии. Музыку накладывать тоже не буду. Хочу, чтобы вы сами услышали голос Парижа. Приятной вам прогулки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok